Добрый вечер! Перед началом концерта просьба отключить все средства мобильной связи. Спасибо. Мы начинаем концерт камерной инструментальной музыки в рамках сестиваля в музыкальном доме Альберда Шнитке на пересечении прошлого и будущего. Сегодняшний концерт будет посвящен одной из важнейших составляющих творчества Шнитке, его астро-немецкой линии. Прозвучит музыка Франца Шуберта, Альбана Берга и Антона Федера. Альфред Гарревич глубоко ценил творчество этих композиторов и не раз подчеркнул то влияние, которое они оказали на его собственную музыку. Я не могу сказать, кто из немецких композиторов оказал на меня большие линии, а не Берга, конечно. Малер перед этим. Из прошлого Шубер. Безусловно, особую роль в творчественном становлении Шнитке сыграли композиторы новой венской школы. Шубер, Берг и Берг. Вот тот круг, который породил в него многие произведения, по словам самого Шнитка. Шубер, Берг и Берг принадлежат разным эпохам. Шубер – первый композитор-романтик. Берг и Берг – представители нововенской школы. Сегодня в концерте будут представлены сочинения, написанные для струнного квартета. Это пять пьес, выпуск пять Эландстана Эрзац Антона Веберна. Квартет «Смерть и девушка Франца Шуберта» и две части, вторая и пятая, из лирической сюиты Альбена Берга. Откроют концерт пять пьес для струнного квартета сочинений пять Антона Веберна. Этот опыск был написан в 1909 году, в начале творческого пути композитора, но уже демонстрирует особые веберные свести. Пять пьес образуют подобие сжатого сонарного цикла, которым первая часть притворяет в общей форме сонарных принципов, вторая и четвертая пьесы – это два лирических центра, третья – нечто вроде скепция, и пятая – обобщающий финал. Итак, Антон Веберн. Пять пьес для струнного квартета, оп. 5. Исполняют Леонид Лунстрем – скрипка, Евдокия Ионина – скрипка, Антон Кулаков – альф и Сергей Словачевский – виолончель. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Творчество Шуберта. Шнитки уделяют более сотни лет. Однако между ними есть пересечения. Они касаются трагического ощущения жизни и смерти. Именно эта тема представлена в квартете Ремино Франца Шуберта, более известного под названием «Девушка и смерть». В нем автор использует тему обновиденной песни. В вокальном произведении, порывистым братом героини, выражающим ужас перед надвигающейся катастрофой, противопоставляется спокойный голос смерти. Эти два образа представлены и в квартете. Франца Шуберта, в квартете номер 14 «Девушка и смерть». Исполняют Илья Ткаченко, скрипка, Евдокия Ионина, скрипка, Антон Кулапов, альф, и Сергей Словачевский, виолончей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. 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 . . Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok